Жители Энгельского поселка Тиндзинь возмущены массовым спилом многолетних деревьев в районе озера Сазанка и стройка на их месте частных коттеджей. Эта лесопарковая зона является одной из немногих экологичных территорий в городе для прогулок и занятий спортом, как зимой, так и летом. Здесь, пожалуйста, озеро Сазанка, озеро Став. То есть получается здесь какой-то такой лесной карман, в котором люди находятся и довольно-таки удобно и удачно проводить время. Задаем вопросы тем же самым чиновникам, земельный комитет. Туда обращаемся. Тишина. Участковым задавали вопросы. Тишина. Писали главе района. Тишина. Никаких ответов нет. Хотелось бы разобраться, почему так, что дома растут, как грибы. По вопросу межевания этой территории прошли публичные слушания, но ангельситов о них, как обычно, не оповестили. А ведь недовольных жителей достаточно, чтобы отстоять лесную зону. Приезжаем раз в год сюда отдыхать. И как бы с детства, вот еще свое детство, здесь такой лес был, и я приехала в этом году просто в шоке от того, что здесь происходит. Это единственный лесопарк, который вообще находится в городе. И говорю, как местные власти вообще позволили вот это сделать. По результатам проверки Министерства природных ресурсов региона установлено, участки со спиленными деревьями находятся в распоряжении местного самоуправления. А сами черные тополя с возрастом поддаются гниению, из-за чего, по мнению ведомства, могут представлять угрозу для жизни людей. Позже областная прокуратура выявила нарушение в действиях энгельских чиновников. Земельные участки на территории лесопарка, как оказалось, были не оформлены. Все одномоментное, да, было вырублено за несколько дней, как рассказывали. Привезли машину какую-то, они дробили это здесь вот, лес-то весь. Не просто так, здесь так было все организовано. Что ужасно. Что вот здесь завели уголовное дело за незаконную вырубку леса. Я вот мужчина, я говорю, конечно. Видите, они уже не строятся. Но только мы слышали, что они говорят, мы заплатили здесь по полтора миллиона, намекали на мэра, что это все с ним связано. Не просто мы так. Свой крик о помощи активисты Тиндини адресовали президенту Владимиру Путину. Уже несколько месяцев под соответствующей петиции жители собирают подписи за сохранение леса и просят главу государства вернуть надежду в то, что не все в жизни решают деньги. Сейчас задача А. Ищу в социальной сети Одноклассники, ВКонтакте, ищу людей, которым не безразлична судьба именно этого, скажем, маленького участка леса. Ну, чтобы все это не то, что безнаказанно. Не надо никого, как говорят, наказывать. А надо проводить профилактические работы в этом вопросе, чтобы чиновник не глаза загорелось, который пришел к власти, и давай все спиливать и строить дома во благо не зная кого и не зная чего. А именно должен у нас, наверное, согласно нашего закона, нашей Конституции, нашего 131-го закона, охранять и оберегать эту территорию, которая принадлежит непосредственно народным достояниям. На данный момент варварский спел деревьев временно приостановлен. Но все же опасения жителей в том, что строительному беспределу никто не помешает, сохраняется. Не исключено, что надежду на помощь в защите леса власти окончательно обрубят в своих интересах. Валерия Павелко, Матвей Фляжников, Открытый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова